Многие авторы на Яндекс.Дзен сейчас сокрушаются, что их удачные и успешные статьи просто не крутятся, то есть выпускаешь статью, вложил в нее много сил, вложил в нее много времени, а она просто зависла мертвым грузом, не набирает ни количества просмотров, ни количества дочитываний, ни показов в ленте. Авторы стараются, выдумывают новые заголовки, придумывают какие-то новые приемы, но ничего не работает. В общем, об этом сегодня и поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. В принципе, кажется логичным, что все ключевые параметры, которые так или иначе могут повлиять на продвижение статьи, расположены где-то там в статистике. Значит и ответ на вопрос, почему статьи не крутятся, должен скрываться где-то там. Собственно, в последнее время на одном из каналов, канал по истории, у меня выходило достаточно статей, у которых были довольно высокие показатели, но не все из них крутились, а некоторые крутились. И я думаю, если мы сейчас сравним их показатели, то вполне сможем легко найти ответ на этот вопрос. Итак, давайте перейдем к статистике и приступим. Ну, собственно, вот, давайте перейдем в статистику одного из каналов и посмотрим, какие у нас тут показатели, и какие показатели влияют вообще на продвижение статей. Что у нас тут есть? Дочитывание, есть общее время просмотра, есть реакция общая и реакция подписчиков, есть среднее время дочитывания, есть карта дочитывания, есть CTR в ленте, показы, комментарии, подписки. Собственно, и лайки, ну или нравятся, кому как больше нравится, простите за тавтологию. Ну так вот, очень важным параметром многие считают CTR в ленте. Давайте посмотрим CTR моих статей. 26,4%, 16,8%, 14,2%, 13,8%, 16%, здесь счет поменьше, 9,7, давайте чуть ниже пролистаем, что у нас тут будет, 25%, 13,7%, 16,7%, 14%, 14,3%, 9, 4,8, ну в общем, последние статьи, как вы видите, довольно высокий CTR, у них общий, если смотреть общие параметры, то средний CTR в ленте 17,1%, карта дочитываний тоже довольно неплохая, 89%, то есть мои статьи, по сути, их дочитывают, с лайками тоже, как вы видите, все в порядке, 19470 общее количество, если смотреть эти статьи, то вот на дочитывание на 7103 у нас 379 лайков, здесь у нас на 10246 лайков, не сказать, что прям супер, но и не сказать, что плохо, при этом, при таком высоком CTR, статьи крутятся как, ну вот, 7000 дочитываний, это при CTR 26%, то есть CTR почти 30%, а всего лишь 7000 дочитываний, 10 тысяч дочитываний, при CTR 16, скажем так, здесь CTR 13, у нас всего 921 дочитывание, при этом сравните, вот здесь CTR 26, а здесь всего 16, но здесь 67 тысяч дочитываний, можно было бы свалить на то, что здесь просто не успела открутиться статья, но такую картину можно посмотреть и ниже, то есть CTR 20, а всего 7000 дочитываний, статьи не особо крутятся, вот в чем проблема, и поскольку у нас сейчас главная цель понять, почему так происходит, давайте посмотрим, какие ключевые параметры все-таки на это влияют, ну, карта дочитываний, как мы видим, везде одинаковая, ну, с небольшими такими какими-то вот отклонениями, то есть 94, 89, 89, то есть статьи хорошо дочитывают, в этом проблемы быть не может, комментарии, ну, как бы везде есть комментарии, вот единственное, что здесь 67 тысяч дочитываний, и комментариев 1263, но в остальных как бы примерно одинаковое число комментариев, и они не крутятся, то есть если бы остальные статьи крутились, то в принципе можно было бы сказать, что они бы набрали точно такое же количество комментариев, с лайками то же самое, то есть 2344, 215, 246, ну, то есть все в порядке у нас и с лайками, и с комментариями, и со временем дочитываний, но тем не менее у нас здесь мы видим, что число дочитываний везде разное, некоторые статьи крутятся, некоторые статьи не крутятся, Можно было бы сослаться на общее время просмотра, но если мы посмотрим на общее время просмотров, то здесь у нас 10 тысяч дочитываний, здесь, скажем, 8 тысяч дочитываний, но при этом здесь 37 тысяч минут и здесь 17 тысяч минут, то есть, по сути, ну, в два раза почти больше, а тем не менее, статьи одинаково крутились и среднее время дочитываний у нас 2 минуты 6 секунд, 3 минуты 7 секунд, никакой разницы То есть, эти статьи просто одинаково не крутятся, здесь вообще среднее время дочитываний 4 минуты 25 секунд, а толку от этого вообще никакого, 921 дочитывания, то есть, при высоком CTR 13,8 эта статья просто не крутится Подписки со статей у нас тоже раньше был довольно важный показатель, но посмотрим, 10, 11, 10, 1, 1, ну да, здесь 921, то есть, сколько бы ни подписывались, 3, 8, 1, 23, тем не менее, вот, единственная статья, которая крутилась нормально, 67 тысяч дочитываний, 48, Ну, то есть, если бы эти статьи так же крутились, здесь бы примерно одинаковое было, то есть, никакие из этих параметров, насколько я сейчас могу судить, особо не влияют на продвижение статей А что влияет? Насколько я могу судить, статьи, которые крутились, вот она, общая реакция, реакция подписчиков, вот здесь 74 положительная, не подписчиков и 81 положительная В остальных статьях, которые не крутились, ну вот, 8 тысяч, здесь реакция подписчиков хорошая, а реакция не подписчиков не очень И статья уже не так хорошо крутится, хотя CTR 14, CTR 16, здесь у нас реакция общая, не подписчиков 24, и значит у нас статья тоже не очень хорошо крутится. Здесь у нас 39, 30 и все, и зависает статья 26% CTR, но вот этот вот показатель влияет на то, что ее не очень хорошо крутят, эту статью. И так по сути совсем, то есть мы смотрим вот здесь вот, у нас общая реакция подписчиков и не подписчиков 84, 87, и все, и уже у нас даже CTR 14 ниже, чем в остальных статьях, ниже, чем в той, где 26, ниже, чем вот здесь вот, где 20. Но тем не менее, здесь у нас уже 41 тысяча дочитываний, здесь у нас 7 тысяч дочитываний, то есть вот этот вот показатель, он влияет по сути на все. То, как на вашу статью отреагируют другие люди, от этого зависит, будет она крутиться дальше или не будет. Если кто не понимает, то вот эта красная полоска, это не нравится, зеленая полоска, это нравится. То есть соотношение людей, которым нравится ваша статья, к соотношению людей, которым не нравится. Ну вот, из того, что я сейчас увидел, из того, что я сейчас просмотрел и проанализировал, я могу сделать свой субъективный взгляд, не претендую на истину в последней инстанции. Тем не менее, мне кажется, что очень важным параметром, чуть ли не ключевым, является общая реакция на статью. Реакция подписчиков и не подписчиков. То есть не столько лайки теперь стали влиять на канал, сколько дизлайки. То есть людям, которые не нравятся соотношения вот этих лайков и дизлайков. То есть нам обещали, что этот параметр не такой ключевой, он не так важен. Но тем не менее, как мы видим в этой статистике, он, блин, ёпарас, это ключевой. И получается, если вы высказываете какую-то непопулярную точку зрения, с которой многие не согласны, но у вас, тем не менее, есть какое-то количество ваших сторонников, у вас своё альтернативное мнение, которое не укладывается в этот конформизм, вы его выкладываете, и оно, естественно, многим не нравится, ваша статья просто не будет крутиться, потому что её задизлайкают. Если вашу статью дизлайкают, соотношение тех, кому оно нравится и кому не нравится, оно становится таким вот. Вот положительная оценка, то есть 20%, 10%, и вот это вот соотношение и подписчиков, и неподписчиков. Соотношение неподписчиков, как я понимаю, играет большую роль. Ну, по крайней мере, такой вывод я сделал из статистики, которую я сейчас посмотрел. Подписчики, оно понятно, они более-менее лояльны, тем не менее, по статистике подписчики меньше смотрят ваши статьи, чем те люди, которым она выпадает случайно. И вот эти вот случайные люди, которых подбирает, опять же, алгоритм Яндекс.Дзена, они-то и влияют на то, будет крутиться ваша статья или не будет. То есть, по сути, чтобы успешно крутилась статья, нужно стараться написать ее так, чтобы она им понравилась. Если вы пишете на тему истории, политики или о чем-то связанном с этим, то, блин, либо вам придется вот эту транслировать популярную точку зрения, ну, например, что мы там в кольце врагов, что кругом враги, все хотят нам навредить, и только у нас все правильно, скрепы, духовность и все такое. Ну, это так, как пример. Другое дело, если вы с этой точкой зрения не согласны и высказываете свою точку зрения, то высока вероятность, что вас просто задизлайкают, и при этом реакция как раз будет негативной на ваши статьи, соотношение лайков и дизлайков будет не очень хорошим, и ваша статья не будет крутиться. И сколько угодно вы можете хорошо писать, выкладывать какие-то уникальные фотографии, прикреплять туда какие-то факты, все равно не нравится ваша статья, ее задизлайкают. Но было бы несправедливо не упомянуть здесь официальную точку зрения Яндекс.Дзена. Они говорят, что параметр-то на самом деле не так уж и важен, что здесь все равно, если у человека есть какое-то количество сторонников, то статья будет крутиться для его сторонников. Но как алгоритм будет подбирать и искать этих сторонников, нам не сообщается. Плюс, как вы видели, как бы статья крутится, да, но, скажем, сравнивать вот эти две статьи, как я вам показал в статистике, там, где высокий процент тех, кому она нравится, ну, то есть соотношение тех, кому она нравится, к тем, кому она не нравится, она там в 60 тысяч дочитываний сразу набирает. Если статья не нравится, наоборот, большему количеству людей, то получается, что она набирает 7-10 тысяч дочитываний, даже при большем CTR, то есть CTR 26%, но статья там набирает 7 тысяч дочитываний. У CTR статьи там 14%, но она нравится большему количеству людей, и все, и 60 тысяч дочитываний. То есть вот это вот соотношение, оно как бы критическое и влияет очень сильно. CTR на данный момент уже получается и не так важен, как вот этот вот параметр. Скажем так, это даже не поведенческие факторы. Параметр и поведенческие факторы это немного другое. А здесь у нас в Яндекс.Дзен ввели просто зависимость от общественного мнения. Если вы нормальный и ведете себя так, как все, и пишете то, что хотят все читать, и как бы не пишете то, что другим не нравится, то вот вам флаг в руки, пишите, продолжайте. Если вы что-то там выбиваетесь из общего мнения, если пытаетесь высказать свою точку зрения, то нет, мы вас задвинем куда-нибудь на задворки и не будем просто крутить ваши статьи. Вот такая вот статистика, вот такая вот ситуация. Мне такой подход Яндекс.Дзена очень сильно не нравится, потому что я привык на том же канале даже по истории, да даже на личном блоге писать то, что другим не очень сильно нравится, и то, с чем другие обычно не согласны. Ну как бы я пытаюсь аргументированно отстоять свою точку зрения. Теперь не получится просто потому, что эти статьи никто не увидит. Вот, ну, Яндекс.Дзен, делайте уже что хотите. Вот, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok